Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре хочу с вами поделиться информацией по стразам, которые заказываю с Алиэкспресс. Также в этом видео покажу несколько узоров из таких страз в цапах на примере елочных игрушек. Надеюсь, видео обзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Для создания узоров на этих шарах диаметром 8 сантиметров я использовала стразы в серебряных цапах различной формы и диаметра. Для этого шара я использовала стразы в форме лошадиного глаза 4 штуки двух диаметров, форма капля 2 штуки, стразы по 5 миллиметров 1 штука, страза 3 миллиметра 12 штук и страза в виде овала 1 штука. Также использовала цепь хамелеон по 4 звена с каждой стороны. Для создания узора на втором шаре мне потребовалась страза в виде треугольника одна штука, круг одна штука, лошадиный глаз я использовала две штуки, в виде капли использовала тоже две штуки. Также стразы 3 штуки по 5 миллиметров диаметром и стразы 15 штук по 3 миллиметра диаметром. И еще дополнительно я добавила 11 страз диаметром 3 миллиметра. Это уже по вашему желанию. Следующий узор и страз отлично заполняет пространство на шаре диаметром 10 сантиметров. Здесь я использовала стразы в золотых цапах. Понадобился прямоугольник 1 штука, в виде овала 4 штуки двух диаметров, также квадрат 2 штуки, лошадиный глаз 6 штук в 3 диаметрах, капля 8 штук в 5 диаметрах, также стразы 4 штуки диаметром 3 миллиметра. Следующий вариант узора очень прост в создании, но смотрится на шарах очень красиво. Для его создания я использовала стразы в золотых цапах, но также он будет красиво смотреться и с использованием страз в серебряных цапах. Здесь я использовала каплю 5 штук трех диаметров, также овал 1 штуку, квадрат 1 штуку, лошадиный глаз 4 штуки двух диаметров, и стразы 8 штук диаметром 5 миллиметров. И вот так красиво этот шар с узором и страз красиво сочетается с шарами, которые украшены лепниной. А как работать с лепниной я уже расскажу в отдельном видео обзоре. И еще на примере вот этих двух елочных игрушек покажу вам два простых узора. Здесь я использовала стразы одинаково, как по количеству, так и по форме. Единственное отличие это расположение страз в узоре. Стразы в виде капли 8 штук трех диаметров, лошадиный глаз 4 штуки и овал 2 штуки. Также на примере этого шара хочу вам показать, что из одной формы страз можно составить тоже красивый узор. Для создания этого узора я использовала 20 штук страз в форме капли двух диаметров. Также использование двух цветов красного и прозрачного сделало этот узор таким красивым. А теперь поделюсь с вами стразами, которые я заказываю у проверенных поставщиков с Алиэкспресс. Все ссылки я оставлю в описании под видео. И далее в видео покажу все стразы, кабошоны и цепь со стразами, которые нужны для того, чтобы начать делать вот такие елочные игрушки в бархате со стразами. Об этом я уже говорила в нескольких видео обзорах, что советую покупать стразы миксами. Так у вас будет несколько видов страз, то есть по форме и диаметру они будут различны. И благодаря этому вы с легкостью сможете составить любой узор. Также советую покупать стразы одного цвета в серебряных и золотых цапах. Это нужно для того, чтобы создавать елочные шары как в золотом, так и серебряном обрамлении. Далее в видео покажу вам, как эти стразы выглядят вблизи и какого они хорошего качества. Я заказываю эти стразы у одного поставщика уже на протяжении нескольких лет и он меня еще ни разу не подводил. Самое главное, что стразы приходят всегда все целыми, не поцарапанными и очень хорошо закреплены в цапах. Стразы прозрачного цвета я заказываю в серебряных и золотых цапах по несколько упаковок сразу. В одной упаковке стразы в золотых цапах идет 58 штук. В одной упаковке стразы в серебряных в цапах совместно с кабошонами идет 52 штук. Также дополнительно к самому нужному цвету, это прозрачному, вы можете заказывать другие цвета. Здесь вы уже ориентируетесь сами на себя, то есть на создание ваших коллекций в нужной цветовой вам гамме. И вот, как вы видите на видео, я заказывала стразы в черном цвете для создания определенной коллекции елочных игрушек. Также очень красиво смотрятся узоры и страз аквамаринового цвета, как в золотых, так и в серебряных цапах. Особенно красиво сочетаются с белым, мятным и небесно-голубого цвета бархатом. Еще советую заказывать отдельными упаковками стразы диаметром 3, 4 и 5 миллиметров. И также в золотых и серебряных цапах. Такими стразами очень хорошо закрывать узоры на елочных шарах. Так узор будет смотреться полноценно и завершенно. Также дополнительно берите стразы в форме капли диаметром 10 на 14 миллиметров. Это самый ходовой размер стразы в форме капля. Даже если вы будете использовать только эту форму страз для создания узора, он получится идеальным и красивым. И теперь пару слов о кабошонах. Их я заказываю также в золотом и серебряном обрамлении и использую для украшения атласных бантов на елочных шарах. Очень красиво смотрятся кабошоны в виде квадрата диаметром 12 миллиметров. Это идеальный размер кабошонов, который красиво смотрится на шарах диаметром 8 сантиметров. Кабошоны других форм вы можете заказывать дополнительно и также они есть в миксах со стразами. Также иногда я использую некоторые формы кабошонов при создании узоров на елочных шарах. Кабошоны тоже отлично сочетаются со стразами в цапах. И еще одна немаловажная деталь, которая потребуется для создания красивых елочных игрушек, это цепь со стразами. Цепь, которую вы видите на видео, идет шириной 4 миллиметра в золоте и серебре. В основном я ее использую для декорирования шаров диаметром 10 сантиметров. Цепь такой ширины можно заказывать в небольших количествах, а вот цепь шириной 2 миллиметра я советую заказывать сразу в катушках. В каждой такой катушке идет по 10 ярдов, это примерно 9 метров. Эту цепь я использую для декорирования шаров любых диаметров. Также ей красиво дополнять лепнину, либо же дополнительно закрывать узоры и страз. И на сегодня это все. Надеюсь, видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!